Восемь водителей, которые нарушили правила перевозки детей, выявили сотрудники Елизовской госавтоинспекции. Всех их привлекли к административной ответственности в рамках профилактического мероприятия «Детское удерживающее устройство». Его цель – пресечение фактов неправильной перевозки несовершеннолетних, а также разъяснение водителям о необходимости использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей. При проведении мероприятия наблюдается рост числа водителей, которые позаботились о безопасности своих детей и установили в салоне автомобиля детские удерживающие устройства. Однако остаются и нарушители, которые пытаются оправдаться различными способами. Самые распространенные отговорки – забыли поставить кресло, не успели купить, едут в чужом автомобиле, держат ребенка на руках. Детские удерживающие системы максимально адаптированы под особенности маленьких пассажиров. Надежно фиксируя малыша, они помогают избежать серьезных травм. Напоминаем, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкция которых предусмотрены ремни безопасности, либо ремни безопасности и детская удерживающая система изофикс, должны осуществляться с использованием детских удерживающих систем или устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно, кроме того, может осуществляться с помощью ремней безопасности. Но на переднем пассажирском сидении легкового автомобиля только с использованием детских удерживающих систем или устройств, соответствующих весу и росту ребенка. Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 3 статьи 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и влечет за собой наложение административного штрафа в размере 3 тысяч рублей. Елизовская госавтоинспекция обращается ко всем водителям и призывает строго и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Помните, жизнь и здоровье ваших пассажиров напрямую зависит от вас.